На краю света. На суровой земле. Здесь, в самых тяжёлых условиях на планете, у отчаянных парней хватает мужества водить самые длинные в мире грузовики. За такую работу возьмётся далеко не каждый. Сегодня все эти ребята будут рисковать жизнью. Ну-ну, давай. Мы самые крутые водилы во всём этом грёбанном мире. Сними верёвку, люк, не тупи. Пора в путь дорогу. У нас жарко, дружище. Доллары манят. Сидя дома, денег не заработаешь. Но каждая поездка может стать последней. Не стоит сжигать себя заживо, парень. Одно неосторожное движение. Автопоезда. У тебя 15 минут, чтобы отсюда уехать, парень. Это что, бабушкины посиделки? Брюс Миккл Джон, последний из вымирающего рода. Чувствуешь запах? Я чувствую. Запах горелого. Давай чуть вперёд. Проверь тормоза, пока он ждёт. Индивидуалист готовый на всё, чтобы сохранить на плаву семейный бизнес. Чтобы быть лучшим, нужно отступать от правил. Быть ковбоем. Уметь справляться со стихией и ладить с долбанными властями. Уберя оттуда эту дурацкую деревяшку. Нужно уметь справляться с системой, чем мы и занимаемся. Мы самые крутые водилы во всём этом грёбаном мире. Приходится возить грузы, которые никто не хочет брать. Этим и зарабатываем на жизнь. Возим опасные грузы. Но есть одна проблема. Жёсткая конкуренция, в результате которой большие компании переманивают водителей Брюса. Поэтому каждый работник на вес золота. Чёрт! Да не волнуйся, дружище, сделаем. Сегодня отправим машину с тремя прицепами. Отправляться нужно немедленно. Причём это самый сложный заказ. Перевозка радиоактивных отходов по вероломной австралийской пустыне. Пустыня покрывает около 5 миллионов квадратных километров. Это примерно две трети площади Соединённых Штатов. Множество автопоездов стартует из Дарвина, доставляя многомиллиардные грузы в отдалённые районы. У них три основные задачи. Доставка скота в порты, вывоз руды из шахт и перевозка опасных грузов. Это пустыня. 300-500 километров между стоянками. Парни не могут остановиться возле магазина или гостиницы. По пути нет абсолютно ничего, только дорога. Красные холмы, деревья, разлагающиеся туши мёртвых кенгуру, сгоревшие автомобили. Люди там просто исчезают с концами. Вот по каким дорогам мы ездим. Это современный дикий запад. Здесь главное доставить груз вовремя и остаться в живых. Ещё бы немного, и всё. Автопоезд в пять раз длиннее, чем любой американский грузовик. И гуляющий последний прицеп непредсказуем. Водители сталкиваются с пожарами, наводнениями и опасными грунтовыми дорогами. То, что они перевозят, может их сжечь, взорвать и даже съесть. Никто не справляется с опасными грузами лучше, чем дикие парни Брюса. Радиоактивные отходы погрузим в третий прицеп. Пункт назначения пока неизвестен. Из соображений безопасности. Надеюсь, мне не придётся жалеть об этом. На этот раз перевозка радиоактивных отходов может быть для Брюса слишком рискованной. Все его парни в дороге, и ему ничего не остаётся, как отправить с опасным грузом самого молодого водителя, 24-летнего Брэндона Харкера. Брэндон самоуверен, но неопытен. Хочешь накрыть брезентом? Одну чёртову бочку? Три чёртовы бочки. А, ну да, три. Мне нравится действовать самостоятельно, иметь своё мнение, делать то, что хочу. Я всегда мечтал водить грузовики. У меня есть фотографии деда. Я ездил с ним, когда мне было всего два года. Это первая ответственная миссия Брэндона. У него 24 часа, чтобы доставить радиоактивный груз за тысячу километров на секретный объект в пустыне. Брэндон давно ждал, когда сможет проявить себя. Парню не хватает опыта. Как-то не по себе, когда приходится отправлять людей, зная, что они ещё не умеют принимать правильные решения в трудных ситуациях. И может случиться что-то серьёзное. Буду смотреть во все три. Брэндон непредсказуем. Но справляется хорошо, если ему удаётся обуздать свою самоуверенность. Он проверяет груз. Если бочки не закрепить как следует, они расшатаются, и это приведёт к утечке радиоактивного материала. Перед выездом я обхожу машину и проверяю, всё ли закреплено надёжно. Что-то не трогаю, потому что вижу, что и так нормально. Что-то развязываю и креплю плотнее, для большей надёжности. Брэндон видит, что-то не так. Не знаю, почему они не пропущены вокруг этих х*** новых осей, как обычно. Внизу крепление выглядит ненадёжным. Но время идёт. Напряжение растёт, и менеджер уверяет Брэндона, что груз закреплён достаточно надёжно. Да ну его, не бери в голову. Парень беспокоится, что крепление слабее, чем надо. В конце концов, это мой груз, и я отвечаю за его безопасную доставку. Вот и нервничаю из-за этого. Брюс нервничает не меньше. Ему приходится отправлять молодого парня с грузом радиоактивных отходов в самый опасный регион на Земле. Если случится непоправимое, это будет самой большой ошибкой в его жизни. За тысячу километров от места погрузки у опытного водителя Питера Уильямса звонит телефон. Ящерица, если хочешь, есть работа, дружище. Отвези скот из Пиджин Холла. Срочно. Хорошо, не вопрос. Питер по прозвищу Ящерица работает в крупнейшей австралийской компании по перевозке скота. Он занимается этим всю свою жизнь. 30 лет назад я приехал сюда в отпуск, стал водить грузовики и домой уже не вернулся. Здесь словно последний рубеж. Работа, конечно, тяжелая, но мне не хотелось бы заниматься чем-то другим. Но сегодня особенная поездка. Это первая поездка с тех пор, как полгода назад, загружая скот, ящерица сильно повредил голову. В Дарвине я упал с приличной высоты. Мне перевязали голову, я был немного не в форме, да и теперь, конечно, уже не то, что раньше. 62 года, когда многие водители уже выходят на пенсию, ящерица снова хочет работать. Лучший способ доказать себе, что ты еще можешь, еще справляешься. Для здоровья это, конечно, не очень полезно. Задача ящерицы – приехать в Пиджин-Холл, на дальнее пастбище, загрузить 2000 голов скота и доставить их обратно в Дарвин. Только ящерица пока не знает, что дорожная пыль засоряет воздуховод его тормозов. С каждым облаком пыли его путешествие становится все более опасным. Тормоза могут отказать в любой момент. И это, наконец, происходит. Тормоза заклинивает. Проблемы, приятель! Далее в программе ящерица должен справиться с несущимся грузовиком. Надеюсь, дорога будет прямой. Если с нее вынесет, станет туго. Далее. Дело Брюса под угрозой срыва. Брэндон и его радиоактивный груз пропали без вести. Брэндон, где ты был, идиот? Одно неосторожное движение – автопоезда. В Дарвине, базовом городе дальнобойщиков, утро выдалось беспокойным. Когда эта машина на холостом ходу, я плачу доллар 80 за литр. Брюс отправляет молодого, непроверенного Брэндона со смертельно опасным радиоактивным грузом. А опытный водитель по прозвищу Ящерица изо всех сил пытается справиться с выпавшим на его долю испытанием. Его машину несет. Тормоза отказали. Чтобы остановить неуправляемый грузовик, Ящерица понижает передачи. Наконец, ему удается остановиться. До города сотни километров, а время поджимает. Поэтому Ящерица сам должен постараться починить тормоза. Черт, задние тормоза заклинило. Туда набилась эта х** по пыль. Немного отогну их. В любом другом месте этот ремонт был бы несложным делом, но в пустыне, где обитают самые ядовитые змей на земле, даже простые вещи могут оказаться смертельными. Черт! Наконец он понял, что шипение исходит не из воздуховода. Иди сюда, приятель. Но оказалось, что змея безвредна. Держись подальше от дороги, малый. Тебе повезло, что я тебя не зажарил. Ящерица уже отстает от графика. Возможно, пустыня не позволит ему добраться вовремя, но сдаваться он не желает. Я пробовал водить самосвалы в городе, но понял, что это не для меня. Слишком много светофоров и машин. Перевозка скота, вот это по мне. Чтобы успеть вовремя, ящерице нужна помощь. Он звонит молодому водителю и просит помочь с перевозкой. Алло, это ты, Рассел? Да, еду домой, дружище. Слушай, не можешь развернуться и приехать к нам в Пиджин Холл утром? Вот досада. Я-то думал, что вечером буду потягивать холодное пивко дома у бассейна, играть с детьми. Ящерица живет дорогой. А вот у Рассела Тиса есть дом. Девять лет назад он перестал возить скот, чтобы создать семью. Но теперь снова вернулся за руль. Когда мы поженились, супруге не нравилось, что меня часто не бывает дома. Я вернулся за руль всего пару недель назад. Попробуй еще разок. Жена, конечно, не в восторге от этой идеи. Расс может позвонить и сказать, буду дома вечером, а потом не приехать. Его планы меняются. Он должен ехать еще куда-то. Поэтому рассчитывать на Расса особо не приходится. Я вожу грузовик, чтобы платить за дом и все остальное, что нужно жене и детям. Это стимул. Нужно к чему-то стремиться. Я думаю, все работают для чего-то. Рассу нужно проехать за ночь 800 километров. С каждым километром он оказывается все дальше от дома. Долгие часы такой опасной работы, как перевозка скота – занятие не для семьянина. И ящерица знает это. У тебя дети есть? Нет. Жена не хотела детей и знала, что меня не будет рядом. Это занятие не для женатых. Тем не менее, перевозка скота – хорошая работа. Я бы советовал всем молодым, желающим водить грузовики, браться за нее в первую очередь. Да, до второй очереди дело не доходит. Перевозчики скота лучшие. Супер-перевозчики, да, они лучшие из лучших. Вернешься домой? Не в жизнь. Это мой дом, дружище. А, это дома, мать.